Микс Ньюз Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». И председатель правления товарищества центра консультаций собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. И телефоны прямого эфира. Вы можете звонить, задавать ваши вопросы, интересующие вас. 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Пишите нам также в WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Ну, а пока вот те послабления, которые в режиме чрезвычайной ситуации ожидаются. Как они повлияют на работу коммунальных служб? Насколько сейчас можно уже говорить о том, что самый тяжелый, самый опасный период позади? Или пока все будет продолжаться? Я полагаю, что пока все продолжается, но у нас это никоим образом не распространяется. То есть, на самом деле, мы работаем в том режиме ограниченного приема населения и ограничений, связанных с обслуживанием квартирной собственности, а не общей части имущества. То это все сохраняется, потому что на самом деле есть положительный опыт. Ограничение посещения выявило, что достаточно много вопросов можно решить удаленно, и это всех устраивает. В том числе и население. Это первое. Второе, есть ограничения в плане того, что мы не идем в квартиры и не производим там ремонты, касающиеся квартирной собственности по заявкам жителей. Это связано с тем, что, к сожалению, в домоуправлениях, по крайней мере, у нас, нам не удалось обеспечить работников достаточным количеством, или вообще каким-то количеством... Защитных. Здесь обоюдоострый вопрос, что значит средства защиты. Или мы защищаем работника, а насколько мы можем защитить собственника квартиры при своем посещении, даже если мы оденемся во все средства защиты. Здесь тоже такой вопрос. Мы можем занести с собой инфекцию. Поэтому эта функция нами приостановлена. И я думаю, что мы продлим этот режим работы достаточно долго еще. В таком виде. Это не означает, что что-то остановилось. На самом деле в домоуправлении ничего не остановилось. Счета выписываются, услуги поставляются. Ремонты общей части недвижимости, они происходят. Все идет в своем виде. А если, например, режим чрезвычайной ситуации, но пока он продлен до 9 июня, если он будет отменен, это будет означать все-таки какие-то изменения? То есть будут ли продолжаться, например, дезинфекции, мест общего пользования, ну и вот такого рода? Мы будем следовать рекомендациям. Мы будем следовать тем рекомендациям, которые будут наверняка продовольствовать именно местную службу, она выдаст. И будут какие-то рекомендации. Но насколько это будет делаться столь же интенсивно и столь же, скажем, тщательно, я не знаю. Мне трудно сказать. Во-первых, это нагрузка на работников. Это солидная нагрузка на работников, в том числе на их здоровье. Потому что если они столь безвредны, как они кажутся, и тоже их применение требует определенной защитности. Во-вторых, это день. Во-вторых, насколько это нужно. В такую столь интенсивную, столь часть. Будем смотреть, что потребуют. Есть люди, которые принимают в этом вопросе. Мы следуем указаниям, мы стараемся тщательно придерживаться того, что нам рекомендации. А кто эти указания дает? Это правила кабинета министров или какие-то? Правила кабинета министров. Есть часть публикации на сайте ветеринарной продовольственной службы, там Центр защиты здоровья. Там тоже есть рекомендации, допустим, по дезинфекции, по дезинфекцирующим веществам и так далее. Целенаправленных каких-то документов мы не получали, за исключением инфекционных ископов Министерства экономики, которые предлагали составить эти подведорственные гаммы. Можно ли говорить о ситуации, когда, получается, кооперативы, обслуживающие компании, каждая для себя, скажем, составляет собственный план действий, решает, каким рекомендациям следовать, каким нет? Скорее всего, что да. Нет единого документа, где сказано от А до Я, что входит, допустим, в обязательный перечень и периодичность, обязательную периодичность обслуживания помещения общего корпуса. Такого общего единого документа нет и такого требования. Есть рекомендации по дезинфекции, есть рекомендации по средствам, которые нужно применять при дезинфекции. Есть какие-то общие такие рекомендации? Ничего не было. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Да. Из прошлых передач я понял, что новая управляющая компания может заключать договор со старшими домов, и потом она делает такой трюк, ну, типа мошенничества, она заключает еще с каждым, с каждой квартирой, с каждым владельцем, для того, чтобы получать не 6% годовых, а больше, то, что они сами придумают, за неуплату вовремя. Так вот, можно ли отказаться от второго договора? Ну, для того, как ни о каком мошенничестве не шла речь, и то, что вы рассказали, не есть какой-то элемент мошенничества. Есть закон о квартирной собственности, согласно которому вы принимаете решение на общем собрании о выборе управляющей компании и о том, что вы с ней заключаете договор обслуживание. В том же документе предусмотрен порядок, что вы, выбрав управляющую компанию и обсудив на собрании договор обслуживания, утверждаете его и поручаете кому-либо из собственников квартир от вашего от имени собрания и подписать утвержденный текст договора. Я повторяю, это не договор между каким-то мифическим старшим домом, который нигде юридически не зафиксирован, и управляющей компанией. Это договор между собранием собственных квартир и управляющей компанией, которую подписывает один из представителей собственных. Это первое. Да, действительно, в этом случае оговариваются абсолютно все моменты договора за исключением индивидуальных штрафных санкций, поскольку индивидуальные штрафные санкции и их в вопросах применения регулируются не законом о квартирной собственности, а законом о гражданском законе. И далее вы должны, тем не менее, вы все равно должны подписать индивидуальные договоры. Без индивидуального договора вы не получите социальную помощь, без индивидуального договора вы не решите многие вопросы. Здесь нет никакого мошенничества. Во-вторых, меня, конечно, восхищает ваша такая трогательная забота о неплательщиках. То есть давайте позволим им не платить штрафные санкции. Когда вы даете такие призывы, вы должны учитывать совершенно четко. Если ваш сосед не заплатит, как бы вы его ни жарили, вы должны понимать, что его счета оплачиваются в данный момент, пока он поплатит из вашего кабинета. Ни одна управляющая компания не имеет таких средств, чтобы объяснить невыполненные обязательства ваших соседей. Значит, либо ваши ремонтные деньги, либо где-то чему-то недоплачиваются. Можете, конечно, помогать неплательщикам, но, я думаю, нужно найти другой способ. Угу. Пожалуйста, вот вы в эфире... Вот уточнение. А. Уточнение. Да. По идее, надо выбрать одного старшего дома, да. Но управляющая компания тоже делает такой хитрый трюк. Она выбирает несколько управляющих. И потом контактит только с тем управляющим, который под нее ложится. То есть они там либо деньги доплачивают, в тихаря любую чужую жизнь. А вот те, которые... Чтобы вы не повесили труп. Да. У меня к вам вопрос. А кто выбирает? Повесил, товарищи. Нет. Он говорит, что... За собрание выбирают же людей. На первом собрании выбирают... Тогда вы выбираете, или управляющая компания выбирает. Вот кто голосует за этих людей, которых вы потом говорите, что они куда-то ложат? Кто за них голосует? Понимаете? Все равно не слышно. Говорите, пожалуйста, вот еще раз повторите свою мысль. Значит, на первом собрании управляющая компания руководит собранием. И оно выбирает... Кто оно? Старшего по дому. Кто оно? И тут же выбирает еще как бы помощников. Но потом эти помощники становятся тоже старшими. И управляющая компания контактирует только с тем человеком, вот из этих вот, там, пяти, ну, там, трех. Но выбирает же... Тот, который не задает, значит, каких-то вопросов, которые не нравятся. Вот это управляющая компания. У меня еще один к вам вопрос. А вам запрещают потом отозвать этого старшего и избрать нового? Управляющая компания ставит автоматчиков у квартир вашего дома, чтобы вы не сделали перевыбор? Или мы вот просто так? Кто-то избрал. Я голосовал, но в беспамятстве. Так я понимаю вас. Вы не помните, за кого вы голосовали. А когда меня этот человек не устраивает, то я могу единственное, что сделать, его обругать. Больше я не могу приставить. Вы понимаете, вы с одной стороны... У вас есть права. Пожалуйста, собирайте собрание, голосуйте. Вы не понимаете вопроса. Может, я... Я принимаю вопрос. Вы недовольны работой того, что кто бы не будет избран старшим, он через полгода ляжет под вашу компанию. Потому что вы считаете, что он неправильно действует. Ну, изберите другого. Да, спасибо. Следующий просто вопрос. Человек дозванивается давно. Здравствуйте. Да. Добрый день. Добрый. У нас в кооперативе примерно 10 домов. Я сейчас точно не помню. Ну, порядок такой. Скоро состоится общее собрание. Там утверждается смета. Предварительно смета на следующий год. Хотел бы вашу консультацию по двум позициям. Первое. Там говорится о замене окон. Привозится количество этих окон. Я посчитал, что одно окно в среднем стоит вместе с отделкой. Ну, я имею в виду откосы, не ремонты, конечно. Порядка 750 евро. Когда у меня окна, у меня это стоило как минимум в два раза дешевле. Причем окна были побольше, чем у нас на лишних клетках. Это первый вопрос. Второе. Там еще одна позиция. Расходы по взысканию задолженностей. Там приводится цифра порядка 30 тысяч евро в год. Это что-то порядка 3 тысяч евро в месяц. Не слишком ли это много, с учетом того, что, как я понимаю, при успешном взыскании долгов, должник должен, по крайней мере, часть расходов оплачивать? Вот такие у меня вопросы. Ну, мне очень трудно комментировать, потому что я не думаю, что собрание у нас состоится скоро. Поскольку есть распоряжение комбината министров, которые, ну, по крайней мере, до конца июня всякого рода такие собрания откладывают. Более того, если у вас порядка 10 домов, то у вас где-то, ну, минимум, несколько сотен членов кооператива, и такие собрания запрещены еще на долг сентября. По крайней мере, то, что я знаю. Так что, что состоится собрание, мне трудно представить. Это первое. Второе. Я удивлен, почему на собрании кооператива обсуждается вопрос, вовременный о том, как это компетенция в собрании 40 миллионов. Теперь каждый раз он упадет. Причем здесь собрание кооператива, ну, странно. И следующее. По взысканию долгов 30 тысяч. Ну, я не могу прокомментировать, потому что я не понимаю, а на что идет 30 тысяч. Возможно, это нарастание или взыскание долгов, вероятно, не скажите. Цифры абсолютно непонятные. Тогда нужно видеть исходные документы, чтобы что-то делать. Ну, то есть, подводя такой итог этого вопроса, очевидно, слушатель перепутает собрание кооператива с собранием жильцов дома. То есть, есть компетенция определенная, собрание жильцов дома, которые должны проголосовать за смету, которая касается только их дома, а сам кооператив не может. Ну, этот вопрос слишком касается именно жильцов одного определенного дома, и жильцы не могут, наверное, принимать такое решение. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу предыдущего звонившего. Вот мы в Бедребе живем, и вот управляющий компанией не хочет меня ставить старшим по дому. Он все делает, чтобы я не был старшим по дому. Подговаривает предыдущего, значит, старшего по дому, и люди неактивные приходят на собрание. А почему? Я открыто говорю, если он плохо реагирует, его наказывать, не платить ему по полгода зарплату, понимаете? И он боится, и открыто в лицо ему тыкают, что вот я тебе не буду платить, пока ты не будешь делать. Вот так. Спасибо. Вы тыкаете в лицо старшему по дому? Человек уже бросил трубку. Да, я не понял. То есть, с одной стороны, человек говорит, что его выбрали старшим по дому, но у него конфликт, я понимаю, с руководством. Я понял, что ему кто-то не позволяет ему стать старшим по дому. Но вот мне интересно, кто этот мифический кто-то, потому что, опять-таки, мы все за демократию, но только в том случае, если демократические принципы совпадают с нашими внутренними убеждениями. Только демократический принцип работает против нас. Вот человек позвонил, яркий пример. Он знает некую истину. Не спорю, возможно, он ее знает. Но это истина непонятна остальным собственным. Поэтому они не избирают старшим по дому. Ну, виноваты все выкатые. Алло. Сделайте только тише, да, радиоприемник. Алло, это я звонил. Я вам говорю, что управляющий компанией, все жалуются на него. Один я предлагаю решительные меры. Но он все делает, так сказать, под дискредитацией менять, чтобы меня не старшим по дому. Понимаете? Я понимаю, но я еще раз повторю. Все делает, это если он не позволяет провести процедуру голосования. Но вы, как собственник квартиры, со своей стороны, который уверен в своей правоте, имеете все права провести процедуру против принятия решения путем опроса, то есть раздать бюллетени голосования, избрать Ивана Ивановича Петрова старшим по дому, распространить среди собственников квартир и получить ответ. 51% голосов за вашу кандидатуру. Причем здесь управляющая компания искренне не понимает. Решение в дому принимается в дому. Я вам говорю, я понимаю, что я не старший по дому, виноваты люди, боязливые и трусливые. Но здесь я понимаю, что проблема в том, что слушатель говорит, что люди, с одной стороны, жалуются на старшего по дому, но, с другой стороны, почему-то не хотят голосовать за другую кандидатуру. То есть есть какое-то противоречие. Я думаю, что людям не столь актуален этот вопрос. Как только людям становится актуален вопрос, любая власть сметается, особенно в пределах дома, в момента. То есть здесь невозможно, например, чинить препятствия самой процедуре. То есть если действительно собирается какая-то критическая масса недовольных, можно смело раздавать эти бюллетени по квартирам и попытаться переизбрать старшего по дому. Если есть необходимость, если кто-то, собственно, посчитает, что то или иное решение, как и в предыдущем вопросе по окна. Ну, возможно, человеку кажется, я не комментирую сметку, что нужно принимать состав работы и видеть это все. А если ему кажется, что эта работа неправильно оценена, завышенная цена и так далее, примите решение на в доме. Не делать эту работу, то выяснение обстоит. Остановите, у вас есть такое право. У всех оно есть. Прочтите просто-напросто соответствующую статью закон на квартирной собственности, как надо провести опрос, чтобы он был полностью законным и делайте. Это не проблема. Для этого не нужна управляющая компания. Более того, по закону об управлении жилыми домами есть статья, которая обязывает управляющую компанию по запросу собственника привести процедуру опроса. Есть такая возможность. Напишите письмо в управляющую компанию, что требует привести опрос к такому-то вопросу. Они должны выполнить. Нет, значит, это еще один индикатор, что пора управляющим. Если мы говорим о всех этих процедурах демократических, наверное, здесь очень важный фактор, ну, я не знаю, какого-то, не то чтобы сплочения жильцов, но хотя бы вот элементарно, когда люди друг друга знают, когда они все-таки общаются, понимают, кто живет там снизу, сверху, на лестничной площадке, то тогда, наверное, быстрее и легче происходит коммуникация между жильцами дома, и таким образом можно проще провести вот все эти процедуры, то есть быстрее дозвониться, сконтактировать, если, может быть, у вас даже есть там телефоны, есть какие-то адреса электронной почты или других средств связи. То есть, ну, речь, наверное, идет о том, что жильцам нужно все-таки как-то, если они живут в одном доме, лучше знать друг друга. То есть это значительно упрощает вот все эти процедуры. Ну, я бы сказал, при нашей ментальности это несла такая антифетическая оценка. Но все-таки общество, которое, в принципе, старается, насколько я понимаю, изолировать, сокращать свой крик вообще. Поэтому, на самом деле, эти демократические процедуры, они в полную силу работают в двух случаях. Когда есть массовое недовольство, то есть когда уже, ну, с точки зрения этого микросообщества, которое, например, общая собственника квартир, что-то переступает границы, тогда, ну, этот градус возмущения настолько высок, что люди самоорганизовываются. И второй момент, когда возможно успешное принятие решения, это когда в доме есть люди, которые могут четко и внятно объяснить свою позицию, продвигать свою позицию, ну, скажем, в основном это то, с чем я сталкиваюсь, это вопрос благоустройства и виму. Находится человек, который искренне верит в то, что надо сделать то, то, то. У него есть аргументация. Мы ему с этой аргументацией помогаем, и он идет и продвигает по характеру своей деятельности. Как правило, это кончается успешно. Да, здравствуйте, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Сидорка, на конкретный вопрос. У наших бедребек, да у нас свой счет. Можем ли мы задерживать зарплату управляющему, если он не берет трубку, и люди не могут до него дозвониться? Вот, у нас счет свой. Спасибо. Вы можете, во-первых, те, кто является членами бедребы, сменить управляющим. Это же легко делается. Если у вас председатель бедребы является одновременно и управляющим, но соберите собрание бедребы и замените этого человека. Это первый вопрос. Второй вопрос. Не платить зарплату вы не можете. Если вы считаете, что данная организация, в данном случае бедребы, не выполняет своих функций, лишить ее право управления, это на собрании можно. Можно отозвать доверенность на управление бедребы, найти трубку управляющего, протонол, в котором вы будете довольны. Но вот так вот взять и сказать, что я могу лишить кого-то зарплату, потому что мне его работа не нравится, вы не можете. Все-таки зарплата – это вопрос, как правило, в законодательстве. Какого плохого ни было работника. Здесь варианта два. Либо его уволить, либо привести его в чувство. Но третьего варианта такого, что я тебе не буду платить зарплату, потому что ты не не нравишься, то нет. Поэтому еще раз повторю, есть собрание собственников квартир дома, она выбирает себе управляющую. Бедреба не является никакой священной коровой, такой же управляющей, как лига с новопаровыми, как любой контрактив, как любое частное лицо, которое занимается. управлениями дома профессионально. Поэтому его нужно менять на собрание. Либо, если вы видите, что это не проблема организации, а проблема, скажем, директора, а исполнительного, исполнительного администратора, заменить его на собрании беда. Нет проблем. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, пишите, также задавайте ваши вопросы в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Сергей Сидурко, председатель кооператива БАК-2, председатель правления ТО, Центр консультаций собственников квартир, в программе «Добро пожаловаться». Вот мы уже говорили о том, что собрание жильцов, очевидно, можно будет проводить не раньше сентября. А как это может сказаться, например, на принятии смет, действительно, ремонта домов, то есть, какие-то, может, неотложные дела, которые нужно решить всем собранием? Есть ли здесь какой-то механизм? Я бы разделил вопрос на 20. Если мы говорим о внутренней жизни кооперативных товарищей Беды, да, наша жизнь сейчас, ну, вообще, в таком плане принятия решения за домороженое, потому что по закону в этих организациях мы можем принимать решения либо на очном собрании, либо на писаном голосовании, но с обязательным участием всех, и 51% должен писаном голосовать за. Ну, скажем, в цифрах моего кооператива это 1400 человек должны получить бюллетени для голосования, и минимум 750 должны проголосовать за. Не реально. Поэтому решение, касающееся утверждения годового отчета бюджета на этот год, это сегодня вопрос, который отдан в область пока временно правления, то есть без собрания. Мы, допустим, на своем кооперативе на сайте вывесили все отчеты и на этом закрылся. С точки зрения работы по домам ничего не остановилось. Есть письменная процедура решения, кстати говоря, она более эффективна, чем очное собрание, она и показала свою эффективность. если людям... Вообще люди чаще всего склонны голосовать за что? Вот эта вот эпопея против кого-то голосовать, уже она где-то сходит на них. Люди голосуют за понятные идеи. Если пишешь им, что надо ремонтировать крышу, даешь им достаточно информации, тем более, что есть же сейчас электронные средства, есть по нашей страничке, можно зайти, посмотреть все дояснения фотографий для необходимости. И люди совершенно спокойно, сейчас мы формируем план ремонт новых работ, и заканчиваем его формируем и наполнением и детьми, и будем делать. Ничего не останавливается. С точки зрения работы с домами ничего не останавливается. А скажите, вот вы говорили о том, что удаленно сейчас принимают посетителей, вот как эта процедура работает, насколько ну понятно, что вот я если физически я пришел, смотрю, есть очередь, спрашиваю, кто последний, занимаю ее, и прихожу, вот как попасть удаленно на прием, есть ли здесь какие-то свои нюансы, если вдруг заканчивается раньше приема одного человека или наоборот затягивается прием по какому-то вопросу? Ну, скажем так, я хотел бы задать, с каким вопросом мы приемли. То, что я вижу из практики, с какими вопросами к нам приходили на прием. Первый вопрос, это вопрос смены на субботу. То есть продажи, наследование, дарение квартиры, когда меняется собственником, приходит к капиталу, встает, чтобы показать свои документы и заключить договор управления. Это первый вопрос. Второй вопрос, люди заходят по техническим вопросам, ну, допустим, есть вопросы, которые они хотят. чаще всего эти заходы были связаны с личной консультацией по поводу перепланировки квартиры, по поводу возможного вмешательства, допустим, в систему отопления. Ну, нечто из такой области. И третьи люди заходят вообще поговорить. Ну, скажем так, есть еще, извините, четвертый пол, но у нас достаточно редкий пункт посещения, то человек приходит уточнить финансовое состояние его счета. Оплачено, не оплачено, скажем, там, пришла суд с помощью, не пришла суд с помощью, или почему начисляется только или иной организм. Я сразу скажу, что в вопросе смены собственности человек звонит по телефону, лишь, что собственник сменился. Мы тут же это проверяем по земельной книге, в случае регистрации земельной книги мы производим все необходимые изменения для человека, а человек высылается новые договоры, подписываются, возвращают нас. Этот вопрос у нас решается. Те необходимые консультации или пояснения по особенности жизни в корпоративе, скажем, как воспринимается решение, что почему, по телефону можно сказать, что этот вопрос закрывается. Следующий вопрос, люди иногда просят про справки, да, они запрашивают справки, готовятся через дворник, что они еще, если нет проблем. то же самое касается технических консультаций, технических вопросов. Если человек говорит, что у него что-то не так в практике, то мы находим способы, такие, не должно, во-первых, посмотреть на все это, во-вторых, при необходимости разъясняем человеку, что ли там плохо. Так что я не вижу проблем больше. Алло. Да, пожалуйста, у нас есть телефонный звонок. Да. Добрый день, я уже звонил по поводу собрания, хотел получить информацию про консультацию по поводу стоимости. Да, ну вот я держу перед глазами документ, значит, собрание состоится 30 мая, вот, это будет собрание вот и будет бюджет и дарный басплан на следующий год и одобрение на предыдущий год. Так что все то, что я сказал, соответствует действительности. Теперь по поводу ... Я больше нечего давать уже в режиме диалога. Соответствует действительности чему? Я не знаю, может ли состояться собрание 30 мая, потому что на сегодняшний день есть ограничения. Последнее ограничение 25 человек. у вас членов кооператива. Я понял. Я не оспариваю то, что вы сказали. Я тоже не спариваю. Второй момент. Это собрание может быть отозвано. Второй момент. Бюджет кооператива формируется на основании того, что кооператив нарешал дома. Так я понимаю. То есть в доме было решение заменить окна, кооператив был, дом утвердил издержки, которые связаны с заменой оконки. Кооператив это внес свой план ромб. Если это так, то это законно. Если кооперативное собрание будет решать менять ли в вашем доме окна, я подчеркиваю, именно этот момент, не финансирование замены окон, а сам факт утверждения работ в вашем доме, ну это неправильно. Правильно должно быть так. Сначала в вашем доме принимается решение что, сколько, где и почем, и после этого эти цифры отправляются в формирование бюджетов. Ну, я держу предполагаемые документы. право назначать вам сверку с правильным собранием должно быть. Он может провести работу по агитации с утверждением этих работ стоимость и финансирование и потом вносить свой деньги. Так. Здесь есть конкретные цифры, конкретные адреса, конкретное количество окон, которое необходимо заменить, и сумма общей стоимости работ. Если мы не должны это утверждать, то в чем смысл всего этого? Не знаю. Я не знаю специфику, что вам предлагать. Было это на собрании дома или не было? Вот он для меня принципиальный вопрос. Если в доме не утверждено замена окон, я не понимаю на основании каких нормативных актов кооператив пытается это не делать. Для меня это непонятно. Понимаете? Ну, невозможно объяснить то, чего не предусмотрено. Что это за фантазия? Сказать, что то, что собирается утверждать собрание бюджета и дар бюджет с конкретной суммой и конкретным количеством окон по конкретным адресам, это неправильно. Нет, каждый дом должен... Понимаете, может быть другое, что кооператив предлагает, допустим, всем домам принять комплексный план и в этом году заменить всем домам окон. Такое может быть. Но утверждение этих работ по закону должно пройти во всех домах отдельно. А потом, да, можно садиться, создавать закупочную комиссию, потом там сокращать или изменять затраты. Но изначальное решение по ремонтам согласно закону о квартире собственности должно пройти в доме. То есть дом должен получить исчерпывающую информацию о необходимых ремонтных работах, об возможных расценках источников финансирования утвердить это и после этого управляющая компания может что-то делать дальше. В данном случае кооператив и РНП это абсолютно одинаковый с одинаковыми я понимаю. То есть получается, что это совершенно бессмысленная повестка. Общая сумма конкретные адреса, конкретный количество нижней космоса. Вы видите что-то, я не вижу ничего, поэтому я дальнейшую... Ну да, к сожалению, здесь сложно какие-то другие комментарии давать. Но надеемся, что объяснили ситуацию, порядок, просто порядок выполнения действий. Надеемся, что слушателю это поможет. Я просто добавлю, какой смысл, если дом утвердил замену окон, зачем это еще переутверждать на собрании кооператива. Если любая управляющая компания, если собственники приняли решение, то она должна выполнить. Что-то не так. Да. Если еще есть у наших слушателей вопросы, 6212-93-9, 6213-93-9, вы можете звонить, задавать вопросы Сергею Сидурко, председателю кооператива БАК-2, председателю управления товарищества Центра консультаций собственников квартир. Ну, и вот мы уже затрагивали вопросы, насколько вот эта ситуация финансовая, в которой сложная, в которой сейчас оказывают... Ну, сейчас мы примем еще один звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Да, вы в эфире. Будьте добры, вопрос такой, если у нас товарищество в доме, но в доме живет треть жильцов постоянно 9 месяцев в году. Что нам надо для проведения собрания? Можем мы те, кто живет в доме постоянно провести собрание, не задействуя тех, кто живет за границей и куда они там уехали? Вот такой вопрос. Скажите, вы пытались каким-то образом уточнить, что люди действительно живут вне пределов Латвии? С ними никак невозможно связаться? Мы знаем это. Конкретно знаем. Хорошо, спасибо. Ну, вот ситуация, когда треть осталась, да? Собрание может, вы можете проводить решение, оно никак в таком составе высеченном предприятии. Закон этого не позволяет. Можно собраться, обсудить актуальные вопросы, сформулировать какую-то позицию для этой третьи, но проголосовать за тот или иной вопрос вы не можете, если у вас не будет 51% голосов от всех противных собственностей. Это совершенно чудно. Есть второй, именно учитывая это, законодатели смотрел второй механизм письменного голоса. То есть на самом деле наш век, то, что человек в собственной квартире не живет в квартире, это еще ни о чем не говорит, потому что есть масса и почтовой связи, и электронной связи, как угодно. Можно найти человека, он обязан сообщить о своем, это одна из обязанностей собственной квартиры сообщить о своем контакте, как можно выйти с ним на контакте, можно предложить ему проголосовать письм. Это законом разрешено и это вполне достигается сегодня. Да, ну и вот я закончу свой вопрос. Если мы знаем о том, что сложная финансовая ситуация, многие люди там или потеряли работу, или ушли в неоплачиваемый отпуск, возможно ли какие-то например с коммунальными услугами получить отсрочки по коммунальным платежам, насколько можно договориться например с управляющей компанией объяснить какую-то тяжелую ситуацию, если вдруг. Я могу вам сказать то, что сейчас принято в государстве, что по коммунальным долгам штрафные санкции выше, чем законные 6% не назначаются. Это первое. Второе, поставщики, принципиальные поставщики услуг, это вода и тепло, они продекларировали, что в случае задержки платежей они не будут подключать эти дома. Это то, что делается с этой стороны. Со стороны управляющей компании, какая может быть срочка послабления, управляющая компания говорит, давайте говорить так, тепло, вода, электроэнергия и прочие услуги, это транзит, это не наши деньги, это ничего не нужно делать, то, что сделали поставщики ее количества. Если мы говорим об самой управляющей компании, то если посмотреть структуру ее расходов, то управляющая компания структуру ее расходов примерно 90% как минимум, может быть даже и больше, потому что мы не имеем никаких основных средств, мы не имеем мощных ценностей. Люди, дворники, сантехники, техники, инженеры, это то, что у нас есть и то, что работает на вас. Поэтому каким образом можно сделать расслабление по части зарплаты? Мне с точки зрения администратора непонятно. Я что, должен сказать дворнику, слушайте, подожди, становится у Петрова платежеспособность я тебе доплачу, эти 8 евро, которые я тебе платил. Так не получится, наверное. С другой стороны, управляющая компания должна быть готова к этой кризисной ситуации. Я думаю, что какие-то резервы должны быть у нас. Но их они есть. И самое последнее, я не знаю, сейчас можно говорить по результатам марта-апреля, но по результатам своей оперативы я платил падение мы тоже неступим и пока нет. Но в любом случае... Я думаю, если последствия будут, они начнут проявляться чуть-чуть попозже. Ну и, наверное, в любом случае лучше не просто перестать платить, а попытаться договориться с управляющей компанией, поставить в известность, что у вас там сложное финансовое положение и найти какой-то, не знаю, график выплаты или какие-то, ну, в общем, возможности, которые... Ну, эта возможность есть всегда, она всегда была, это всякие, всякое родное соглашение, договоры и так далее. Ведь когда мы говорим о взыскании долгов, зачастую сейчас и наш кооператив подает в суд не с целью немедленного взыскания долгов, а с целью зафиксировать кредитные отношения. Потому что, если человек нам должен, и он никаким образом не выходит на связь, ну, и вообще это вопрос не решается, я же расплачиваюсь за него общественными деньгами, так и по самому деле. И поэтому мне нужна гарантия того, чтобы меня не обвинили, что я долг, не то делаю. Присуждается человек и долг, он фиксируется в земельной книге, ну и дальше решаем вопрос, никакой трагедии не происходит. Никто квартиру вот так вот сразу не идет и не отбирает и ничего не происходит такое ужасное. Да, у вас в земельной книге появляется отметка о том, что пока вы должны, вы не можете заниматься отчуждением этой собственности. Но оно и само это себе естественно. Ну что же, у нас на самом деле завершилось время программы «Добро пожаловаться». Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко с нами был на связи. Спасибо большое и до следующего понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова